Привет, братюни! Пока у нас повторяются испытания, я шинока даже дважды не стал проходить, есть время поиграть в Войны Фракции. Заинтересовало меня тут несколько предложенных отрядов, и сегодня у меня отряд, предложенный Сори Чел, если я назову неправильно твое имя, Хачатур Еворгян. Блин, для меня это не типичное имя, поэтому извиняюсь, если где-то не там сделал ударение. Значит, что он просит? Тима, Скорпион, Холодная Война, Фредди Крюгер и Призрак Кунлаа. У них второй спецприем щиты, и почти они бессмертны. Вот мы это сейчас и проверим. Выберем, как обычно, пять битв. Сегодня я, скорее всего, буду присутствовать на притяжении всего ролика. Так, с кого же тут поставить первым? Скорпион, Фредди и Призрак Кунлау. Скорпион выгодный тем, что он поджигает их всех. Фредди, в принципе, тоже неплох. Но пусть будет Фредди вторым, он будет выскакивать и сразу же по морде давать. Так, значит, ставим Скорпа. Хотя Фредди вроде бы по жизням посильнее будет. Так. Фредди Крюгер будет вторым. Так, 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 так. Фредди Крюгер у меня будет вторым. И кто там еще остался? Кунлау. На Кунлау никаких особых ништяков на второй прием нет. Просто сильно бьет и все дела. Кунлау получит кровавую куклу Вуду, что зря я ее качал. И что-нибудь на пробитие, пробитие, пробитие. Ну, вот так. Вот так. Так. Тра-та-та. Вроде бы соперник не особо, не особо злобный. Кстати, постараюсь во время боя поменьше говорить, чтобы дело шло побыстрее. Чтобы меньше я тупил. Интересно, это хреновина его со щитом. Она ведь у остальных ничего не снимает. Кстати, да, Джейсон... Да елки-палки, ну что происходит? Джейсон интересный парень, но вот этот его прикол с выскакиванием и что он сразу же урон наносит, немного портит мои коварные планы. А что это, Эрон Блэк у них так затих, я уже столько раз поменялся? Вот сейчас и посмотрим, насколько они бессмертны. Да, у меня щит, у меня щит, забей. Да, прикольно. Щит это прикольная штука. Один поезд со щитом уже многое решал. Я знаю, у меня Кун Лава всегда первым стоял. Только ради поджигания оставлю его первым. Всё, заблочил мне приёмы. И тут раз, и Фредди. Ух ты, я никак не привыкну. Тут столько раз надо нажать. Прикольно, одним приёмом двоих завалил. Что это их вдруг так понесло на повторы испытаний, даже не знаю. Источник жизни Блэйза. Блэйза. Соперник чем-то меня напоминает, только немного не такая амуниция у него выбрана. Ну, одно дело я, а другое дело компьютер, который почти никогда до второго приёма не доводит. Тут можно, например, и первым смолить. Да, тут и одного, наверное, со щитом хватило бы. Вот этот прикол, что он выпрыгивает и сразу же бьёт. Соперник часто успевает в блок стать. Нет, чтобы выпрыгнуть и продолжить комбо. Ну, надо о таком помнить. Ёлки-палки, вы с этими опустошителями задрали. Задрали. Что ж, придётся ещё так поддержать отряд. Странно у него состав немного. Зачем здесь смог? Кстати, я сейчас сижу в наушниках, и мне кажется, что кто-то где-то орёт. Надеюсь, это нам в эфир не попадёт. Да, можно будет, только хотел сказать, можно будет снять первым спецприёмом с его щита. Блин, у меня сейчас так холодно в квартире. В районе 16 градусов. Поэтому не всегда у меня выходит тапать по максимуму и по максимуму использовать приём, так как я просто замёрз. Дубарь, капец. Отопление выключили. На улице в районе 0. Идёт снег. Сейчас у меня, кстати, 21 число. 21 апреля. Ёлки-зелёные, кто-то таки стучит. Ну, под кто-то я имею в виду... Кто-то ремонтом занимается или ещё что-то. Вот снова я разговариваю и начинаю тупить. Да ладно. Тут один боец остался, чтобы он там не сделал. Не страшно. Да, щит прикольная штука. Да, блин, Джонни. Не поможет. Блин, 18-25. Что они там стучат? Уже народ домой бы приходил. Буду молчать. Чтобы потом можно было спокойно вырезать всё. Весь этот стук. Блин, нереально найти время для записи. Как удачно. Мы все представители преисподней. И у этого козла ведь... Защита против нас. Охренеть тебе, у меня щит. Я понимаю, что у тебя тоже щит, но... Мой щит круче твоего щита. Кто мне объяснит, что с этим козлом не так? Почему он не дохнет? Варианты. Я явно что-то не знаю. Блин, наконец-то. Но это было достаточно... Геморройно. Блин, ребята, молчу только из-за стука. Не хочу потом свой голос с этим делом как-то там, блин... В редакторе вырезать. Тяжко, тяжко идёт бой, но... Благодаря... Щитам... Я думаю, я её вытяну. И даже никого не потеряю. Отлично. Да, такой команды у меня ещё не было. Спасибо тебе за предложение. Необычно, скажем так. Зектор. Типа сектор. Странно, что они у неё не упакованы до конца и... Саракс какой-то слабенький. Ну, каких дали с такими и воюем. Стараемся его увольнуть, чтобы он не успел воспользоваться вторым приёмом. А у меня сразу же и мой щит, и костяной щит. Целая куча щитов. Блин, у соперника тоже щит. О, нифигово. Второй приём. Ну, такой он лоховской. Да, он, конечно, валит зверско, но... Ну, если в блок попадает, то, по сути, два очка силы потеряны. Даже немного качнулись мои ребята. Вот так-то. Не знаю, сколько там минут, но думаю, я разобрался с соперником достаточно быстро. Что ж, ребята, спасибо вам за просмотр. И порой в ваших там пожеланиях, или может сам сейчас что-нибудь соберу. И постараюсь в таком духе ещё записать один ролик, пока не разрядился полностью аккумулятор. Что ж, вам всем спасибо, и до скорой встречи. Пока.